Китайский это харам, сразу говорю. Никогда ничего не покупайте. Лучше без этого взять армейское, чем китайщину. То же самое касается рюкзаков. Никаких китайских не покупайте, потому что у китайцев шов плохой. У них господин на шов плохой, они все рвутся. Далее по одежде. Горка это хорошо, но только на улице, как сейчас погода. Когда будет жарко, лучше в КПО покупать идеально. Это сейчас быстро к пассереку прибегу. Касательно перчаток. Надеюсь, там видно, не видно состояние моих перчаток. Вот беспалые перчатки или без перчаток. Если вы попадете куда-нибудь просто на часов 7, лазить по земле, что-то таскать, перемещаться, просто даже с земли вставать, ложиться, у вас под ногти забьется земля, у вас будет куча порезов, и в итоге это будет крайне неприятно и вызывает дискомфорт. В будущем это может быть даже зараза. Беспалые перчатки не помогают от земли никаким образом. Единственное, в них хорошо, наверное, копать окопы, к которым мы дойдем. Поэтому вот эта хреновина, я ее по-разному покупал, но она вообще стоит 3 тысячи. Она того не стоит. Не покупайте статические перчатки, покупайте черные строительные перчатки, прорезиненные. Есть понятие моли ячейки. Все знают, что такое моли ячейки? Очень много кто их неправильно вяжет. Я даже вот видел видосы с армии, даже с чувака в армии, там реально хреновина болтается, из нее вот так вот улетают все магазины. Так не должно быть. У вас все должно быть. Открытые подсумки плохо. Особенно для автомата Калашникова. Для американских борцов у них прямой магазин. И петелька его держит. Автомат Калашникова, он немножко косой. Петелька его не держит. Открытые не берите. Вот. По обуви, например. Вот, допустим, лайфхаки пошли. Которые... Я делаю, чтобы посмотреть. Нет, нет, нет. Вот у вас армейские берцы. У вас шнурки заправлены в бок, правильно? Я с начнем здесь тренироваться. Я вот тоже в армейских... Ну, в полуамерских берцах. Они у всех по вылетают обязательно. У всех что-то? Прямо у всех у всех. Да. Иди у тебя. Снурки. Бок. У тебя вот так, что станина будет дергаться, она обязательно вылетит. Как надо делать? Шнурок берется и заправляется под нижние шнурки, просто туда вот засовывается. И он никогда не развяжется. С оружием, да. Он никогда не развяжется. Он, получается, затягивается, сверху прижимается. Репейник, земля. Ничего не слетит. У вас у всех, я смотрю, дешевая армейская обувь в берце. Им срок жизни месяц. Да? Ну, смотря где. Да? Ну, это не эти, как вы, не бизоны, да? Не знаю, два с тонкой советских. Лайхаки по обуви. Простельки, тактически, знаете, женские прокладки? Спасает офигенно. Мы попали в дождь. Там пацаны подходят, дают на пачку кодекса. Ребята, иначе вам тушноргам жопа. Мы одели и ходили как по облакам целые сутки. Было комфортно и хорошо. Вот. Так что это более-менее спасает. Также еще спасает водоталкивающее покрытие. Реально помогает. Привет. Ну, короче, я пришел к выводу тому, что надо покупать лову. И мы купили там кто-то... У кого денег хватило, мы купили нормальные ботинки лову. Я в них походил по дождю, было кайфово. Так, у кого есть денежки на лову, берите лову. Далее, вот ты спросил, вот у меня был вопрос про ремень. У кого-то есть двухточечный, у кого-то есть трехточечный, есть одноточечный. Одноточечный ремень, есть у кого-нибудь одноточечный ремень, который в одной точке? Вот я, по-моему, да? Нет, вот с калашом. Да, окей, одноточечный, правильно? В одной точке закрепленный. Вот, давай. Да, вот. Ну, я понял. Вот в одну присоединенный, да. Суть в том, что одноточечный ремень, он, в принципе, не сильно необходим. Сейчас я думаю, сейчас я знаю, что... Короче, для чего нужен одноточечный ремень? Чтобы освободить две руки и никуда не идти и стоять на месте. Соответственно, не будет такой ситуации, если кто-то куда-нибудь в туалет сходить. Не будет такой ситуации, когда вам нужен будет одноточечный ремень. Двухточечный ремень, самый обычный армейский, он нужен для чего? Для того, чтобы освободить две руки. Чтобы помочь оттащить раненого, чтобы поднести какой-то груз, разуздить машину. Двухточечные ремни нужны. Автомат без ремня – это плохо. Есть еще такое понятие, как трехточечный ремень. Вот у человека ССО трехточечный ремень – это говно. Почему? Потому что ты в нем запутаешься, он неудобный. Дай мне мой Бибу. Есть понятие трехточечный ремень. В чем смысл трехточечного ремня? Есть хорошая копия, ну, какой-то там американской разработки. Долг М3, он стоит там две-три тысячи. Когда тебе надо освободить руки, то бишь, например, вот там, оно полностью, ремень распущенный, мне удобно, я могу его отпустить, не знаю, на ступку ковыряться. Он как одноточечка выходит. Когда мне надо куда-то пойти, куда-то что-то делать, я могу его затянуть, и вот он у меня уже как двухточка. Вот такие ремни, где нет затяжки. У него есть где-то крючочек, который, вот он, крючочек. Видите? И типа, когда ему надо в двухточку перевести его, он должен подтянуть эту хреновину и его так зацепить. По опыту всех всяких наших путешествий на разные полигоны, никто так никогда не делает. В итоге у тебя болтается, и ты в нем путаешься, и ребята его снимают. Поэтому обязательно, если вы покупаете, во-первых, китайские лучше не покупать, карабины, и им всем, все, они все сдохнут. И вот дох М3 или его аналоги различные, то бишь, это будет удобно. Сброс, продемонстрирую сброс. У тебя есть? Ну, а вот этот мешочек как бы универсальный, чтобы себя засунуть, ну, фантики от Сникерса или Механа очень приятные. Но не надо его вот здесь вот размещать, потому что при падениях назад, приставить его одеть в 6 магазинов, вам будет максимально некомфортно. Который должен мне денег, но покупает плитники себе за 50 тысяч. Вот, вот капы, да, дорогобогатые. Плюс еще хороших, ну, в наших армейском плитнике, в армейском плитнике, потом можете себе подойти посмотреть, в армейском плитнике и там много армированных пакетов. За броневое тебя ты охереешь, но ты, скорее всего, выживешь. А если пуля попадет в сердце, ну, вряд ли. Там, может быть, моя бывшая, вот, бессердечная, а так, нет. Просто я говорю, если бы они были бесполезны, их бы не носили. Но, да, вот мне товарищ говорил, что они, получается, когда выходили в поле, они не одевали плиты, потому что ты быстрее устанешь и умрешь от того, что ты не успел бежать от миномета. Вот. Да. Накладные наколенники. Кстати, у кого-то были, я видел, накладные наколенники. Иди сюда, ко мне. Повернись. Это китайцы, они быстро сломаются, но одеваешь только в лесу их. А, вот, глянь, у тебя крест-накрест, а это не на крест-накрест, а почему так? Они даже на крест-накрест быть. Крест-накрест? Да. А они крест-накрест. Почему крест-накрест? Потому что так они у тебя держатся параллельно и свечут ноги просто вниз. А если они крест-накрест, то при сгибании ноги они у тебя подтягиваются понемножечку. Еще можно сшивать велкруху на колено и велкруху на пятку, ой, на эту хрень. Тогда, может быть, не будет слезать. Грест-накрест. Ну, естественно, одеваете только в лесу. И я рекомендую одевать только один, который чаще... Ну, ну... Который опускается? Да, чтобы у вас второй был запасным. Вот и все. Есть вот седалище. Чем оно больше, тем оно лучше. Не надо маленький покупать. Маленький бывает ползает. Да. Например. Поджопники туристические пойдут. Любые. Реально, без них очень некомфортно. А когда некомфортно, но мы к этому дойдем, вы будете демаскировать сами себя. Субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok